Приветствуем вас из Ялты. Сегодня у нас очень интересная тема. В Ялте планируется создание Дома Дружбы Народов и этнографического общества. И сейчас у нас в студии гость Борис Космыч, руководитель местной национально-культурной автономии Молдаван Ялты. Расскажите, почему вы выступили с такой инициативой и для чего в Ялте Дом Дружбы Народов? Доброе утро. Мы давно поднимали вопрос о необходимости создания такого центра, который помогал бы активизировать жизнь национально-культурных организаций и объединений, которых у нас порядка 26 организаций в Ялте, которые формализированы как юрлицо. И так как Крым особая территория, и вопросами междунациональных отношений, дружбы и сохранения культуры и традиций народов Крыма приоритетное внимание уделяется правительствам и обществам. И стал вопрос о том, чтобы был такой центр, который бы помог бы нашим организациям самореализовывать свои проекты, помочь более устойчиво развиваться, привлекать ресурсы, привлекать финансы, а также привлекать молодежь в жизнь своих организаций. Ну, для этого мы как раз и взяли за пример Дом Дружбы Казань, Татарстан, Дом Дружбы, Дом Национальности в Москве и Дом Дружбы в Симферополе. То есть есть такой успешный пример, который мы хотели бы здесь реализовать. Чем он должен заниматься? Какие мероприятия, может быть, проводить? Как все народы должны там взаимодействовать друг с другом? У нас достаточно интересная культура народов Крыма. И каждый народ самобытен для того, чтобы раскрыть его культуру, историю, показать ее другим, чтобы привлечь, скажем так, внимание и, опять же, показать другим свою культуру, рассказать о себе, чтобы как раз через понимание культуры, традиций и истории сохранить именно этот баланс мира. Как раз мы и говорим о том, что только через взаимное общение, через язык культуры, кухни, мастерства можно как раз удержать этот баланс мира. И мы считаем, что создав такой центр, мы можем создать и будет создана группа профессионалов, которая снимет административную нагрузку, которая поможет привлечь финансы, грантовые деньги, субсидии. И позволит именно представителям национально-культурной организации заниматься своей непосредственной деятельностью. Развивать, сохранять культуру, привлекать, опять же, я говорю, молодежь. А вот интересно, как происходит взаимодействие между этими народами? Вот через кухню, через какие-то мероприятия, общение, вот что это конкретно? Был успешный проект в Ялте, это город, Ялта – город мастеров, Ялта – берег дружбы, когда все народы выставляли свою кухню, свою культуру, свои танцы, ремесла, и каждый мог попробовать и узнать, посмотреть. Если мы знаем, допустим, татарские праздники, то мало кто знает о молдавских. Если, допустим, мы знаем, уже хорошо знаем и украинские, и российские, то мы мало знаем, допустим, о праздниках, особенностях тех же самых башкир или караимов. Мы мало знаем. А это тоже интересно. И есть общественный спрос на изучение культуры, изучение истории. Ну и, конечно, вот, можно, я же говорил, по примеру, то же самое московское Домо дружбы, где коллектив танцует все танцы народов Крыма. В Симферополе есть великолепный коллектив «Арарат», который тоже танцует. Они исполняют все танцы народов Крыма. То есть один коллектив, который просто разные танцы изучает. Есть, допустим, язык керамики, гончарного искусства, то есть где мастера разных национальностей делают гончарные изделия, которые, они приблизительно одинаковые, но называются по-другому. Элементы отличаются? Элементы, узор, вышивка та же самая. Ну и есть такая большая проблема, что... Борис, у нас время эфира заканчивается. Очень хочется верить, что такой Дом действительно будет создан, потому что вот дружба народов, это всегда актуально. И у нас в Крыму, и во всей стране. Поэтому пусть все народы дружат. Всем желаем доброго утра. Коллеги, передаю вам слово.